Населенные пункты из Китимского района продолжают накапливать твердые коммунальные отходы. И если к одним спецтехника хоть иногда, но приезжает, остаются отдаленные поселения, куда компания по вывозу ТКО добраться не может. Подробности в сюжете. Сейчас в Верхкою нечисто. Машина с отходами пришла в конце января. Опять же, вывезти все не смогли. Не хватило места в грузовике. До этого, правда, почти месяц. Жители деревни складировали мусор в своих оградах. Со смены перевозчика произошел сбой в графике. Организация новая. Отношения не выверены. В любом случае, тот мусор, который был выставлен, они практически собрались. За исключением, что ясно, что не рассчитали. Там все не смогли забрать. Поэтому на будущее они будут корректировать. Соответственно, если в один рейс не будет входить, это будет второй рейс. Это практиковалось в прошлый период у бывшего перевозчика. Сбой в графике ощутили и в других населенных пунктах района. Если в прошлом году в керамкомбинат техника заходила ежедневно, то сейчас раз в 3-4 дня. Притом наличие контейнера в поселке, который есть сейчас, проблемы налицо. Около пожарки, помойка, там всегда чисто было. Тут вообще невозможно пройти. Понимаете? И этот мусор таскают собаки по всему поселку. Ну, сейчас вроде бы почище стало. Вот так и живем. Мусор действительно не вывозит, нормальный мусор. Но и было говорено, что два раза в неделю скапливается мусор. Тем более один бак у нас стоит. Всего этого недостаточно. Здесь ситуация немного улучшилась, но не исправилась. Если количество заездов спецтранспорта в поселок не увеличится, то отходы будут накапливаться. Сейчас много мусора занесено снегом. Какая картина откроется весной, представить страшно, говорит Евгения Гришина. После числа 15-го они появились. И они убрали мусор частично. Частный сектор они не тронули. Убрали мусорные баки в многоквартирных домах. Площадки были завалены мусором. То есть площадки не были очищены. Сейчас нормализовалась ситуация, но не улучшилась. Потому что баки все равно у нас полные. Нам мало, что вывозят раз в 3-4 дня. Это, конечно, редко. Жалобы от жителей о том, что действительно баки завалены. Собаки растаскивают. Весной сейчас это будет и запах пойдет по поселку. По всей листьянке я вот как почтальон, я говорю, потому что я вот живу даже вот как вот там военный городок есть. У нас такая же ситуация. Во-первых, бачочки вот эти вот малюсенькие поставили, они вообще маленькие. Собачки все раздирают. Все это вот так валяется. Это ладно, сейчас зима. А лето будет мухи. Гадость вот эта вся. Вот сами представьте, что такое. Вот. По администрации по носу сами видите. Горы мусора обнаружились и в листвянке. Здесь смешанный вывоз мусора. Кольцевой стоят бочки и контейнеры. Но, как отмечает в администрации сельсовета, за январь мусоровоз приезжал сюда лишь трижды. Картину мы имеем очень удручающую, потому что это сельская местность. Тут и звери, и собаки. Все это разрывается, все это разносится по улицам. Естественно, снег чистится. Все это идет вдоль улицы, то есть где общий сбор, а мусор несется уже совсем в другое место. То есть, если они вывозят, то вывозят, мы даже жаловались уже и говорили однажды, что собирают, допустим, с бочки забрали мусор, а вокруг, то есть, как оно было, мешки, все это они даже не пытаются собираться. Все графики, места сбора, говорит Алена Йенина, новому перевозчику отправляли. Но придерживаться его не хотят или не могут. И свой вариант компания не предоставляет. Сейчас графика нет. С января месяца, как зашла новая организация, мы им выслали все графики, все места сбора. И то есть, ну, до сих пор никаких ни графиков абсолютно. Абсолютно не придерживается. Смена подрядчика по вывозу твердых коммунальных отходов привела к неприятностям. Ситуация, говорят, в районе критическая. Вывоз мусора начался с 15 января. Но накопилось его много. И справиться с этим количеством сложно. В настоящее время начинают опять поступать жалобы от населения, что опять начинается накопление мусора. Есть еще такие муниципальные образования. Это у нас еще, например, усиленковский сельский совет, куда они еще не приезжали. То есть, там они не знают, как это все делать. Потом гилевский сельский совет, они вообще там не были еще ни разу. Наталья Кунгурцева отметила, что за это время районная администрация обращалась и в экологию Новосибирск, и в Министерство жилищно-коммунального хозяйства. В районе отработали три комиссии. По итогу, мусор с осмотренных территорий был вывезен. Но проблема пока остается очень острой. Вопрос стоит на контроле глав муниципальных образований и администрации из Китимского района.